Слава Украине! Привет всем от Полонского! И еще по Харьковской области, друзья мои, значит, сведения от расистов. Там у них немножечко начинается раздрай и легкая паника, переходящая в Грогу, да? Значит, смотрите, расисты, те, которые должны идти в атаку, отказываются в нее идти. И причем, знаете, что самое интересное, что, значит, сначала отказались бойцы 153-го танкового полка идти в атаку, а сзади, за ними, ну, вы же прекрасно знаете, спереди гонят русских, там, или кто еще, буряты, там, тувинцы, а сзади стоят кадыровцы. Кадыровцы, этот, Ахмат, заградотряд. Но получилось как? Из-за того, что практически всех, кто зашли, ну, скажем так, все воинские части, которые зашли в Харьковскую область, были, ну, как бы так сказать, перебиты? Или перебиты, или полностью лишились боеспособности? То дело дошло до того, окрамола, величайшая окрамола, что в бой хотели заставить идти тиктокеров, да, тех самых батальончиков, там, полк Ахмат, который так любит снимать тиктоки, но воевать почему-то боится. То есть их тоже отправили в атаку. Короче говоря, ну, это Ахмат, ну, они же, они как бы тиктокеры, но они не дурные. Вот, они же прекрасно понимают, что на переднем фланге происходит, и где делись те, кого они не должны были пускать назад в тыл. Они это все прекрасно знают. И, короче, они тоже отказались идти. То есть сначала 153-й танковый полк сказал, да, знаете что, идите сами в атаку. А потом он же, ну, а с ними же вместе должен был наступать этот Ахмат, потому что все, сзади уже никого нет. Они тоже сказали, знаете что, мы проявляем солидарность с 153-м полком, мы тоже никуда не идем. Короче говоря, отказались и те, и другие. При этом нет никакого, знаете, самовольного оставления части. Нет, этого не было. Тупо отказались идти в атаку, потому что это бесперспективно, это тупо мясная, это мясорубка. Это мясорубка, они знают из этой мясорубки, никто из них назад не вернется. И теперь у расшистов говорят так, значит, судить их за то, что у них самовольное оставление части невозможно, поскольку они ее не оставляли. Но будет вот разбор полетов, почему это вдруг они отказались идти в атаку, почему вдруг они отказались выполнять приказы. Все очень просто. Еще раз говорю, они просто видели, что произошло с теми, кто этот приказ таки, да, выполнил. И где они делись, никто не знает. Вот, поэтому эти предпочтели, ну, чтобы пойти на конфликт с командованием, а не мать его за ногу, то одно командование, сегодня другое, завтра третье. Вот, зато останутся живы. Какое мудрое решение.